Всем здравствуйте! У нас с вами сегодня первый мини-урок, и мы с вами на нем разберем, что же такое акция на самом деле. Начнем с определения на профессиональном уровне. Акция – это прежде всего эмиссионная ценная бумага, и она является именной. Что же это значит? А это значит, что она принадлежит именно конкретному владельцу, и за ним закреплено определенное право. Также акция является бездокументарной. Если ранее, когда-то, давным-давно, акции были в бумажном варианте, то сейчас акция полностью в бездокументарном виде. То есть по ней создается определенная электронная запись, непосредственно по счету ДЭПа, рассказывая, что такое счет ДЭПа. Вы, когда открываете брокерский счет, вам одновременно с открытием брокерского счета, вам открывают еще депозитарный счет, вы оформляете такой договор, и ваши ценные бумаги, которые вы приобретаете, хранятся как раз-таки по этому счету ДЭПа. То есть там формируется определенная запись, что вот за вами числится такая-то акция. Также попрошу, прежде чем перейти к инвестированию в акции, вам отнестись к этому как инвестициям в реальный бизнес. Я не учу спекуляциям, я не учу трейдингу, и вам настоятельно не рекомендую этим заниматься, хотя бы в первое время. Если вы запланируете когда-либо проводить какие-то краткосрочные сделки купли-продажи, либо на среднесрочном горизонте, вы можете этим заниматься, но когда уже поймете природу окончательно акции, когда вы уже побудете на рынке при инвестировании конкретно в акции и поймете какие-либо закономерности. Тогда можно, конечно, попробовать какие-то среднесрочные и краткосрочные сделки. И опять-таки, если будете это делать, то делайте это на отдельном счете. То есть у вас должен быть отдельный счет конкретно для инвестиций в реальный бизнес, в инвестиции в акции и какие-либо другие финансовые инструменты на долгий срок. И отдельно тогда уже вам, так скажем, может быть, условно поиграться, если вы это захотите. Но учтите, что это большие риски, если вы захотите торговать на краткосрочном, либо среднесрочном уровне. Поэтому я сообщаю вам, что вы должны отнестись к акциям как к реальному бизнесу, потому что так оно и есть. Вот представьте такой вариант, допустим, у вас есть там салон красоты, либо тот же ресторан, и вы его решили сегодня продать. Проходит месяц, и вы решили его обратно купить. Проходит еще два месяца, вы его опять продаете. То есть вы не владеете бизнесом, да, хотя этот бизнес может вам приносить реальные деньги. Вы можете им заниматься, там, да, развивать, и потом действительно выводить хорошую прибыль и радоваться ей. Поэтому примите во внимание, что акция – это прежде всего актив. И под владением акциям понимается именно владение бизнесом. То есть вы также, да, как и совладелец этого акционерного общества, имеете право на дивиденды, на часть прибыли, и также право при покупке определенных акций в управлении данным акционерным обществом. Давайте перейдем к следующему слайду и посмотрим, какие еще есть параметры у нас по акциям. Также, да, многие не понимают, что акция, она не имеет срока окончания, по сути, да. Многие их сравнивают почему-то с облигациями. Если у облигации есть какой-то, да, окончательный срок, у большинства облигаций, то акция, она, в принципе, не имеет срока окончания, и она является бессрочной ценной бумагой. Прекратить она свое существование может только тогда, когда прекратит свое существование само акционерное общество, которое выпустило данные акции. И когда вы начнете покупать, продавать ценные бумаги, ну, прежде всего, вы будете это делать, скорее всего, да, через мобильное приложение, потому что большинство инвесторов переходят именно на этот уровень, потому что он проще, и брокеры как раз-таки именно развивают это направление. Вы при покупке будете этого инструмента, видите, у названия рядом с самой компанией буквенно-цифровое обозначение. Это буквенно-цифровое обозначение, краткое, называется тикер. То есть у каждой компании будет присвоен свой тикер. Ну, например, да, акция Яндекса, видите, да, тикер, акция Газпрома, тоже тикер. И если вы прочитаете тикер, то вы условно уже поймете, какая это компания. То есть компания старается сделать свой тикер похожим на название своей компании, если это, конечно, будет возможно. Также сообщаю, все примеры по компаниям, по тем же, да, то, что приведены именно в этом уроке, например, акции Яндекса, акции Газпрома, это не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. Я не рекомендую вам, именно показывая эти компании, например, покупать. При покупке каких-либо компаний вы руководствуетесь именно своим пониманием, каким-то знанием, каким-то опытом и принимаете именно решение покупки самостоятельно. На этом мы с вами урок закончим. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...